Следы Хабаровского метеорита, который якобы рухнул в районе Бурейской ГЭС и едва не обесточил юг Дальнего Востока, сейчас ищут ученые и эксперты. Странный обвал грунта обнаружили местные охотники. Но почему их космическая версия не так однозначна, выяснила Елена Ерофеева. Поднимаемся на этот кратер или как его можно назвать. Каменистую насыпь, перегородившую реку Бурею, обнаружили охотники. Предположили, что это начало большой стройки. Но после заметили, вершина одной из сопок снесена. Тогда у них родилась космическая версия. На землю упал метеорит. Произошла беда. Беда или не беда, но зацените. До ближайшего поселка 70 верст. Место безлюдное. Ниже по течению, примерно в 100 километрах, расположена Бурейская ГЭС. Крупнейшая гидроэлектростанция, которая обеспечивает энергией юг Дальнего Востока. Перекрытие русла реки на работе предприятия пока не сказалось. 24 декабря 2018 года Бурейская ГЭС работает в штатном режиме. Но энергетики уже отмечают снижение притока воды и ведут расчёты вариантов работы электростанции, исходя из возможных сценариев ликвидации завала. Учёные тем временем ищут ответ. Версию о падении метеорита опровергли сразу. Сейсмодатчики наверняка бы зафиксировали удар небесного тела о землю. При таком большом падении обязательно была бы ударная волна, которая тоже была бы слышна на больших расстояниях, как канонада. Скорее всего, были бы очевидцы пролёта, как в Челябинске. Все же увидели, что что-то летит, что-то яркое такое на небе. То же самое было бы и там. Земля всё время находится под присмотром. Из космоса за ней наблюдают десятки спутников. Сейсмические станции регистрируют колебания Земли. Но падение метеорита на территории Хабаровского края они не зафиксировали. Когда охотники выложили видео в интернет, астрономы его внимательно изучили. Основное энерговыделение будет происходить именно в земной атмосфере. Тело будет сгорать, разрушаться. И в этом смысле, как оно не могло незаметно пролететь тысячу лет назад, так оно не может незаметно пролететь сейчас. Происхождение этой нерукотворной дамбы предстоит выяснить специалистам, которые работают на месте загадочного происшествия. А жители окрестных сёл уже из любопытства пытаются добраться в эти непроходимые места и увидеть своими глазами, что же на самом деле произошло у реки. Елена Ерофеева, Анна Кол, Всеволод Сычёв, Мария Дементьева. Вести. Продолжение следует...